Звуки бубна и винское пение Северная гостья предстала перед школьниками в национальном костюме Чина Моторова уже бывала в 10-й школе Но в этот раз привезла показать свою новую книгу и рассказать о героях сказок Новая книга ивенской сказочницы так и называется Расскажи мне сказку В ней почти 150 коротких, но поучительных историй Школьники самостоятельно делали выводы После того, как услышали из уст писательницы отрывки с произведений Сказка-ложь давний намек В 2005 году вышла первая книга сказок «Звездный бисер» В ней 200 историй Чина говорит, что написала гораздо больше сказок Но не все вошли в новую книгу Так как я детский писатель, должна ввести пропаганду с детьми Больше с ними общения Чтобы детей привлечь к чтению Чтобы они полюбили книгу Чтобы начинается все всегда со сказки Потому что сказка учит, сказка лечит, сказка в жизнь ведет И поэтому я не только, я уже второй раз приезжаю в школу номер 10 города Лобинска И в прошлом году была и в других школах А в своем городе Магадане я чисто во всех детсадах, во всех школах Прихожу с удовольствием читаю Дети с удовольствием слушают Отдельно об иллюстрациях Птицы, животные, люди, изображенные на страницах книги Словно вырезаны из дерева в традициях народов севера Но главное содержание Автор старается заинтересовать юных читателей И детям, проживающим на юге, рассказывает о чукчах, венах, коряках Дети, которые рождены на севере, пусть любой нации Они должны знать, что живут на той земле, в которой живут северные народы Они должны знать культуру этого народа Хотя у нас нет национализма Вот там и венчурцы, и татари Нам все равно У нас одна дружная семья в России Все мы живем дружно и хорошо Сказочница успела даже поиграть с детьми и потанцевать Как такое не понравится После встречи школьники выстроились в очередь за автографом Этот час запомнится и станет яркой страницей летнего отдыха Мне очень понравилось узнать историю о народах севера Об их сказках и песнях Что ты запомнила? Что было самое интересное? Мне больше всего понравились сказки, которые рассказывали Мне тоже очень понравилось Были очень интересные сказки Очень красивые наряды были Все было хорошо и все было понятно Хорошие сказки были Чина Моторова пишет о северной земле с ее суровым климатом Много непривычного для кубанских детей на страницах ее книг Но ведь чтение расширяет кругозор Пополняет знания, знакомит с обычаями и традициями Дядя мой, Машанов Прокурпавлович, он был оленеводом И я приезжала с тундры, рассказывала все вот это Хотя я со школьной скамьи печатала И в газете печатала, стихи писала И пишу до сих пор И у меня он родился А почему бы жизнь своего народа писать в сказках? И так получилось, что я теперь сказочница, детский писатель Чина Моторова Для нас Чина Моторова это наш друг Безусловно, член Союза писателей Российской Федерации Безусловно, одаренный человек И для нас важно было показать многообразие, многоцветие русской культуры Что вот действительно наша страна великая И даже на таких отдаленных местах живут замечательные, талантливые люди Наши дети еще раз прикоснулись к культуре Большой российской культуре Конечно же, школьники проводили сказочницу в свою южную сказку Дети гордятся садом камней Он понравился и гостям Она с удовольствием побродила, сделала несколько фото на память Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания ЛАБА 22 июня в стране прошли траурные мероприятия в честь 75-й годовщины начала Великой Отечественной войны Митинг памяти состоялся в Вознесенской школе 28 имени героя России Сергея Богданченко В гости к школьникам пришел ветеран Великой Отечественной войны Илья Федосеевич Немукин Когда германские войска вторглись на территорию Советского Союза, ему было всего 17 лет В начале войны я был студентом Вознесенского молочно-технологического техникума О войне мы ничего не слышали до 9 часов утра 9 часов утра, тогда же редкие были, вот эти репродукторы и там прочее Выступление было Молотова о том, что началась война Хотя она уже 5 часов продолжалась Вот мы услышали только Где-то в 9 часов утра Илья Федосеевич воевал в составе 83-го запасного стрелкового полка Награжден орденами Красной звезды, славой 3-й степени Отечественной войны, 2-й степени Медалями за отвагу, за боевые заслуги, за освобождение Праги, за взятие Берлина, за оборону Кавказа, за победу над Германией и медалью Жукова Ветеран рассказал казачатам о том, как стремился попасть на фронт Как приходилось пешком преодолевать огромные расстояния, чтобы защищать родину от врага Война это очень страшно и нельзя допустить повторения трагедии 75 лет назад, 22 июня, началась Великая Отечественная война 1418 дней Это почти 4 года Митинг памяти и скорби в 28-й школе провели возле Стеллы Она находится на территории образовательного учреждения в память об учителях и учениках школы, погибших в годы Великой Отечественной войны Начальник летнего лагеря рассказывает детям о том, что 22 июня 1941 года в школе был выпускной И на утро учителя и ученики отправились в военкомат, чтобы встать на защиту Родины У нас просто дело в том, что лагерь казачьей направленности Поэтому у нас в лагере уделяется огромное внимание патриотическому воспитанию Вот если посмотреть, допустим, на деревья, на кусты, то черные ленты у нас здесь были повешены не зря А именно к Дню памяти и скорби У нас запланировано очень много мероприятий Вместе с ветераном Великой Отечественной войны в гостях у казачат атаман хуторского общества Школьники его хорошо знают Казаки вместе с учителями занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения Мы не только именно в сегодняшний день Мы вот проводим Дню Победы У нас месячник военно-патриотическая работы проходит В сегодняшний день это прекрасно, чтобы наши дети знали Не забывали о героях, которые погибли, ощущая на что Знали, какой ценой досталась нам эта победа Я знаю, что они будут помнить сюда Я по себе могу сказать Я в 73-м году прозвался в армии по рыночным войскам И нас в 30-е ночи до строения подняли отряд по тревоге Мы объявили боевые действия на границе Выдали нам боевую молодым солдатам по границам Выдали боевые патроны, гранаты И в 40-е утра на плацу Святи Проректоров, командир отряда, объявил митинг О том, что в это время наши паранические гибли Я в 40-е утра принимал причалу И вот по сей день помню, это вспоминаю, когда мне мороз идет по коже Мы и наши дети будут так же, если мы не провели мероприятия такие И внуки, и своим внукам, потому что ветерана уже стало мало А наши дети должны помнить об этом К митингу памяти казачата выучили стихи о войне Рассказали о тяготах, которые легли на плечи солдат, их матерей и детей Минуты молчания они почтили память погибших Герои известны и безымянны миллионы Остались дома и жены А детей война осередилась Все это было Люди, пока до сердца стучатся Помните, какой ценой завоевано счастье Пожалуйста, помните В завершении митинга школьники возложили цветы к мемориалу Мне кажется, порой, что солдаты С кровавыми и пришельщики полей Не в землю нашу полю и кондата А предвратились белый чуравли Звук приорох Продолжение следует...